Ребятушки, всем салам! Сегодня мы потестим нереальный ган, а именно коряк маузер. Именно так он называется, кстати, да. На самом деле, с коряком я еще знаком с Call of Duty Warzone. В общем, я думаю, все, кто играли в Call of Duty, в принципе, знают, что такое коряк. Да и, в принципе, мне кажется, это очень популярная снопа, реально. На потесту, кстати, снопу ввели в очень имбовом виде. То есть там был какой-то темп 58, что-то вообще из ряда фантастики. Но, слава богу, разрабы одумались и фиксанули, и теперь у этой снайперки темп 48, что как бы не является супер имбовым показателем. Это, конечно, по-прежнему достаточно имбово, но если мы вспомним, допустим, тот же самый Scout Special, да, у которого темп, какой там у него темп, я не помню, 49 почти, то этот маузер, он не имбовый, он имбовый, типа, но как бы до этого уже ввели, вводили имбоганы по типу там читака спешла или скаута спешла, которые тоже ибо средства являются достаточно имбовыми, реально. Поэтому я не считаю, что маузеры после этого как бы какой-то там сверх имбовый. А так, в принципе, ган реально приятный, то есть, не знаю, он явно приятнее, чем скаут и чем чейтак спешл вместе взяты. Не знаю, почему-то как-то, как-то чейтак спешл и скаут, они как-то криво строят. А вот маузер, то есть, стреляешь вроде в точку, все летит. Ну, в принципе, нет, в принципе, реально имбовый. Вот реально имбовый ган. Но, опять же, не имбовый, там, скауты и так далее. Еще, кстати, на этот ган можно ставить моды. А, ух, кстати, я не обратил внимания, то есть, смотрите, какая фишка. Смотрите, два раза выстреливаю, и видите, дозарядка по патрону. Оп. Ну, слушайте, это, кстати, это прикольно. То есть, на мясорубке сразу понятно, что коряк будет имбовым. На мясе, прям точно, 100%, типа. Да, ребятки, на канальчик не забудьте подписаться, а то многие реально не подписаны. То есть, более, я думаю, там 50% людей не подписаны, поэтому, дружище, пожалуйста, подпишись. Ну, что ты как этот, а? Как не свой. Просто подпишись, я думаю, тебе не сложно, а мне приятно и полезно для развития канала, будет 100%. Так, кстати, ребятки, на игромаркете сейчас действуют нереальные скидки. Просто, типа, там, 50%, по-моему, на все кейсы. А какое-то слово сречем монтан, ребят. Кто купит от 10 кейсов, кто-то попадает в ролик. Поэтому, ребят, можете купить, в принципе, мне сделать приятным, да и попробовать пушку выбить, как говорится. А сейчас на экране вы видите всех, кто купил от 10 кейсов, собственно говоря. Вот, спасибо, ребятки, вам за поддержочку. Реально, спасибо огромное. О, господи, как же я что-то странно фликнул сейчас, ну ладно. Также, ребятки, типа, на месте прыгаешь и все летит, грубо говоря, в одну точку. Короче, коряк имбовый, реально. Я не знаю, зачем было говорить про фиг снайпера, при этом водить коряки, скалки спешл, и такие спешл. Зачем это? Настолько тупо, реально. Ну, не знаю, не, ну он имбовый, ну реально, он имбовый. Чего бы кто ни говорил, все равно он имбовый, реально. И звук кайфовый. Слушайте, я не знаю, но он мне нравится больше, чем скаут и больше, чем читак вместе взятый. Не, он, кстати, он еще дезаряжается по дому патрону. Ну, я хз, не, он очень имбовый, отвечаю. Я думаю, что я, скорее всего, буду играть с ним. Типа, про этот, про Legends. Ну, реально, он очень имбовый. Пока что, кстати, еще ни одного не ваншота не было, что странно. То есть, видимо, штурмовики просто-напросто не бегают в броне, которая ваншотится. Не, ну это, ну что это, ребят? Ну, вы видите, все сами. Я думаю, тут комментарии, если честно, излишни. Ну, просто, ну, честно, он очень жесткий. Не, фликается вообще на ура. Честно, мне нравится. Реально нравится, но он имбовый, конечно, капец. Ну, вот, зачем было говорить про фиг снайпера, если вам насрать? Ну, видимо, чтобы как-то доверить аудитории, что-ли, некоторые... Ну, не знаю, ну реально, бред, короче. Бред, бред, бред. Не знаю, сейчас у снайперов самый главный параметр, по факту, это темп стрельбы. А они зачем-то берут и типа 48 темп. Ну, сделайте темп 47, не знаю, там, сделайте темп 46 у снапы, но при этом, чтобы она шотила все подряд. Это нормальная тема. Не знаю, чтобы она там замедляла бег, не знаю, но при этом шотила все подряд. Я не знаю, но есть же кучу способов, как можно фиксировать снайпера, типа, понимаете? Даже просто, типа, ведя пушку там с определенными характеристиками. Это же все спокойно фиксится. Ну, наша вразравна такая вообще насырать, то есть, типа, они понимают, что люди будут... Как говорится, знаете, как такая есть великая фраза в экономике? Спрос рождает предложение, типа, потому что, видимо, люди реально, видимо, выпают, крусят там. И поэтому нам это говно продолжат водить, типа, до конца вообще в жизни проекта. Это, конечно, очень плохо, но, блядь, чуть... Не-не-не, отвечаю, ребят. Ну, это все, это мета, тем более скаута там того же самого. То есть, я думаю, если у вас есть читак там или скаут спешл, ну, я не особо и вижу смысл это крутить, но, блин, все равно я, наверное, я, наверное, буду с ним играть туре, потому что, ну, это вообще, ну, смотрите, он халявый, вообще у него пуля летит в точку, ничего не багается. Короче, ребят, пойдемте тестить пушечку на Эрмусы. Кстати, ребятки, админы ввели новую промо-страницу как для новичков, так и для ветеранов, которые не заходили в игру более 30 дней. При переходе по первой ссылке в описании вы заберете к себе на аккаунт броню и оружие из серии Армагеддон. Помимо этого, в два раза больше кредитов, чем остальные игроки. Дальше при переходе по этой ссылке ты должен выбрать, кто ты новичок или же ветеран. Если же ты новичок, то выбери с поздом регистрации, через email.ru, через звука или через гугл, вообще не важно. Дальше заходи в игру, придумывай никнейм и не забудь забрать все донатные подарки из корзины предметов на сайте игры. Акция ограниченная, поэтому поспеши. Пока, кстати, грузился на карту, забыл сказать, что... Классная команда. Забыл сказать еще, а лодусы настолько идиоты, что они зачем-то добавляют моды на новые донатные пушки. Я честно, ребят, тут правда в душе. Я просто-просто не понимаю, зачем они это делают, потому что это реально тупо максимально. Нормально все, братан, там? Как дела? Не-не, а что это? Что происходит? Моды реально имеют, как бы, ну, и моды логичны, там, на какие-нибудь пушки, типа, там, не знаю, Эйс, кстати, сделал, на какие-нибудь старые пушки, по типу, там, не знаю, АК-103, да, прикольно, ты ставишь, реально калаш, ощущает, там, как-то убивать. И, в принципе, такой интерес маленький появляется, но зачем водить на маузер, который, в принципе, и так имбов вместо модулей? Типа, ну, извините меня, ну, что это за этот? Короче, объективно, если судить, это реально очень странное решение, но, понятное дело, что им это не объяснишь, они это, они вообще в игру не играют, вот реально, мне кажется, настолько насрать, они понимают, что, типа, монета падает, и все, типа, а в остальном, ну, похеру, что, подумаешь, типа, сломанный баланс, типа, вообще, ну, то есть, за это ныть можно по факту бесконечно. Нормально, ну, челы, просто на респесте, нормально, нормальный геймплейчик, ребятки, лайкоза такое. Господи, не могу, как же мне этот чел напрягает, встречаю. Боже, кто же, блин, вот, еще, кори-ка и фазу, на самом деле, неплохой. Короче, блин, ну, не знаю, он эмбовый, ну, вот, я не могу, ну, как и бессилия, ну, реально, ну, все равно, он очень эмбовый, ну, просто он очень эмбовый, все равно, типа, типа, АТ-шка гораздо хуже, нежели, коряк, вот, правда. А, во что я попал? Лоу. Да, хорошо, ну, гонокскаточку, ребят. О, посмотрите, ребят, на килл, оба, раз, отойдем. А, ну, тапни, дружбанчик, ты мой. Блядь, с бассейна зашли. Смотрите, ребят, это называется нереальная читка геймплея. Опа, а он уже тут, а я знал, ребятки, вот так вот. Опа, это дальние ворота, остановимся сюда, главное, чтобы не кинули флешку, просто, я молю всех богов. Лезь, не лезь, я не лезь, да, пока что все очень просто, и это, килл, бам, жестко, как уже я сильный, господи, нагибаю, рэм бойцов, вот это да. Да не, это прикол, я не могу попасть просто в стоячих, это что? Если я сейчас, не смогу взорваться, я просто буду в полном шоке, вот реально, ну пожалуйста, ну сейчас-то, ну я обязан взорваться. ура, взрыв, сейчас будет тачтау, нормально, 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 ну слушайте, нормально, минус 5 снинул, 21 на 3, это, конечно, неплохой результат, погнали дальше, ребят. Попадается трейлерный парк, в принципе, тоже неплохая карта, не знаю, ну мне не очень нравится пока что карты, которые выпадают, вот мосты были кайфовыми, реально, вот что он, зачем он пекает, ну что ты делаешь? Ха-ха-ха, почему на меня выходит не так, я не понимаю. Саня, Сашка, 9, ну, молодец. Ой, ой-ой-ой, когда-нибудь я попаду, ребят, ну да, когда-нибудь я попаду в спину с трех пуль, вот все, у них нет снайпера, а это значит, что это значит, что они скорее всего пойдут двойку, и это значит, что я смогу жестко себя показать. Да блин, жалко, загрался, еще резает у меня, он говорит, найс. Ух, нормальный флик, пойдет. Блин, вроде бы уже восьмая лига, а катки какие-то максимально скучные, непонятно, это очень странно. Кстати, ребята, если у вас, так сказать, проблемки с лигой возникают, то вы, допустим, там не можете дальше восьмой лиге сдвинуться, то самое время заказать бустер М, а до конца сезона осталось там вообще, на самом деле, немного уже времени, осталось, типа, буквально там, сколько, не знаю, там 10 дней, может побольше чутка, в общем, ну, вы знаете, куда писать, закрепленный комментарий, ребят, смотрите, там ссылочка на телеграм-бота, в общем, все делаем в кратчайшие сроки, там максимум, типа, ну, пока что у нас максимум занимало это 10 часов, с момента подачи заявки, поэтому, ребятки, пока очередей еще нету, можете пользоваться реально, потому что, я думаю, что за неделю до конца сезона будут нереальные очереди, просто нереальные, опа, ага, я тебя ждал, друг, я тебя ждал, в общем, ссылочка, ребят, закрепим, опа, это двойка, ребята, а как мы принимаем двойку, правильно, мы идем просто в наглую пекать Дейл, потому что у них нет снайперов, если бы у них был снайпер, я бы, наверное, так в наглую не пекал бы, вот я идиот, видите, я не попадаю, вопа слева, ай-яй, чуть-чуть не убежал от дружка, от Илюшеньки, я не знаю, куда они могут пойти, они почему-то ходят двойку, у них не получается, вот, они сейчас пойдут, сейчас мы с первого этажа, смотрите, прокатку ловим, ага, Нась поймал, кстати, неплохо, мне понравилось, давай, короткую, брат, он должен короткую зайти, что, давайте, в пленте сядем, и лаз был, это надо выкипом в пленте, хорошо, кстати, вот вчера к нам чел обратился, у него была 15 лига, чтобы понимали, мы вот, типа, вчера взяли этот аккаунт, получается, вот, и мы уже его вкачали, типа, часов за 12, вообще, то есть, дальше, ребят, расскажу, как этим ботом пользоваться, просто переходите по ссылочке в описании, нажимаете, типа, поехали, или что-то такое, там будут ценники, ответы на вопросы, там, и потом заявка, то есть, заявку можете уже оформлять, если все прочитали, если ознакомились с условиями, то форляйте заявку, и все с вами связывается, в течение часа, охуеть, имба, ну, нормально, в принципе, ган, в принципе, ну, пойдет, действительно, да, да, пойдет, ган нормально, реально, ребятки, напишите, кстати, в комментах записывать 100 киллов с коряка, или нет, или не надо, типа, ну, что думаете по этому поводу, здорово, хорошая позиция, казах, бля, это реально, это восьмая лига, че так просто, я не понимаю, либо я какой-то нереальный завик, конечно, либо, блядь, реально, что-то сопами, не то, как так, автоподбор криво работает, я тут понял, здорово, короче, 6-2-2-2-3, господи, ну, это вообще, какой-то, какой-то бред, и в последней каточке, ребят, попадаемся против скобки, из 5 человек, я надеюсь, что эта катка будет действительно посложнее, чем предыдущий, потому что, блин, иначе вообще скучно будет, взрывай, давай, ну, флешка, двое-двое там, двое там, ой, мы-то что, зальем, я так понимаю, правильно, то есть, мои 3 минусы бесполезны, лучше, вот реально, лучше вот в телефоне сидеть, чтобы не видеть такое, как мы эти мэти отдают, такие клачи, просто бред, ну, нет, господи, я Антон Мантон, что ты делаешь, как же ты мусор, а, ну, он просто меня сбрил в секунду, офигеть, ну, господи, что ты такой кривой-то, может, я не могу попасть, просто плов, просто я кривой, ужас, ужас, какой кривой, ну, блин, как, ну, почему наш медик так фидит, а, ой, как я не могу, ой, 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 какой ужас, красавчики, красавчики, коряк, конечно, максимально приятный и имбовый, но я, скорее всего, с ним буду тут катать, реально, если его не фиксанут, это топ-11 снопа сейчас будет, сто процентов, то есть, не знаю, мне он реально, честно, он мне гораздо приятен, я его гораздо лучше чувствую, чем тот же самый, там, не знаю, как его, это был скаут, куда его, чудея, лол, не, ну, честно, чуваки, короче, вывод такой, мне эта пушка нравится больше всех варфейсе за снопа, то есть, она самая приятная лишь любая, она не самая имбовая, потому что, если пенос спешил, которая там быстрее стреляет, ну, с ней хер попадешь, не знаю, как это работает, вот, что, если иметь снопа топ-1, особенно золотая версия, это вообще, ну, имба, плюс, если эту пушку еще можно будет поставить, моды на скорость прицел, на скорость входа в прицел, это вообще, типа, забейте, это имбень улетающая в небеса, не знаю, вот без модов, ну, где, что, что говорить, ну, а лодзе, а лодзе, просто а лодзе, типа, камон, ну, это, фул кринж, ну, что поделать, все эти, что думаете по поводу этой пушки в комментарии, не забывайте на канал подписаться, ребятки, а с вами был Монсон, всем пока.